Роскошь из дворца. Все эти изящные тарелки, подсвечники и вазы когда-то принадлежали семейству Романовых, 300 лет правившему нашей страной. Одним из достижений венциносной династии было открытие собственного фарфорового завода, который обеспечивал двор изысканными и благородными произведениями искусства. Их и посудой этот язык не повернется назвать. Выставка «Россия и Германия под царским вензелем и с крещенными мечами» открывает цикл юбилейных мероприятий памяти 400-летия дома Романовых. В экспозиции две части – российская и германская. Авторы экспозиции прослеживают династические и фарфоровые параллели двух империй. Поэтому и фарфор показывают и российский императорский, и мейсонский германский. Каждая страна открывала секрет фарфоровой массы своим путем и, конечно, на основе своего коалина. И наш коалин – это залежи Подмосковья, это кжельский куст. По цвету, по текстуре наша масса фарфоровая отличается от мейсонской. Если в мейсоне он достаточно белый, абсолютно практически белый, немножечко с таким холодноватым как бы цветом, то наш отечественный фарфор, начиная с раннего своего периода, он ближе по текстуре и по цвету китайскому. Российский фарфор имеет кремовый оттенок. Каждый период правления царственных монархов отражался и в престижном фарфоровом производстве, говорят искусствоведы. Каждый из них старался внести свой вклад в великолепие хрупких изделий, на производство которых уходили огромные средства. Поэтому в экспозиции эти произведения искусства представлены по периодам царствовавших императоров. Все, что здесь увидит зритель, это произведения совершенно либо уникальные, либо редкие. Потому что именно из этих, как вы говорите, предметов, тарелок и эти вазы, которые здесь представлены интерьерные, это все было украшение императорских дворцов или загородных резиденций. А те тарелки, которые здесь, они непосредственно были в употреблении именно императорского двора. И не только царственные руки, но и прикосновение лучших талантов эпохи помнит этот фарфор. Модели создавали ведущие архитекторы и скульпторы эпохи, а расписывали лучшие живописцы того времени. На выставке можно также проследить генеалогическое древо романовых, посмотреть редкие гравюры с портретами царственных семейств России и Германии и увидеть редкие старопечатные книги из архива библиотеки имени Горького. Выставка будет работать до ноября на втором этаже галереи. А в сентябре здесь откроется еще один большой проект, посвященный 400-летию дома романовых.